Есть политическая деятельность, есть общественная работа, есть профессиональная деятельность. Ежели ты в рамках профессиональной деятельности считаешь, что ты можешь, скажем, свои знания каким-то образом принести в общество, и от этого будет польза, ты переходишь к общественной деятельности. Ну, так было у меня в жизни. В результате сначала меня пригласили в Лигу, потом я стал президентом Лиги здоровья нации. Потом, я так думаю, что именно из-за этого меня включили в список в общественную палату, в первый созыв и так далее. И вот этот момент очень важен, потому что целый ряд людей, которые пришли на общественную деятельность, они потом ушли в политическую деятельность, стали депутатами, сенаторами и так далее. И я, например, никогда об этом не думал. Ни одной секунды не думал о том, что я уйду когда-нибудь в политику. Хотя вот сидит Галина Вениаминовна, и я был в политике в том смысле, что когда мы сюда приехали, это был, ну, я сюда приехал раньше, чем сотрудник. В общем, я начал появляться здесь с 96-го года, и тогда формировалось отечество, отечество. Потом появилось отечество вся Россия, да? Вот. И меня тогда позвал Юрий Михайлович, вот, несколько человек нас было, довольно известных людей, среди них я был, правда, меньше всех известен, вот. И он сказал, что вот движение такое создается. Это не было политической партией. И для меня вот этот элемент, что это не было политической партией, был главным. Почему я согласился? Я был представителем Координационного совета Западного округа, а Галина Вениаминовна была у меня помощником. Вот, от кого, почему я так давно ее знаю. И никогда в последующем я политических лозунгов не высказывал. И не буду высказывать. Потому что, знаете, потому что это связано с все-таки приемами, которые очень далеки от моей профессиональной деятельности. С одной стороны, если ты успешен, тебя несут, и ты этого не заслуживаешь, а тебя несут. С другой стороны, ежели ты, скажем, на стадии даже тех же выборов, тебя могут так это самое вычернить, что вообще жить не захочется. Я просто увидел примеры на моих глазах. Да, и в литературах сколько хотите. Поэтому, ежели... То есть я хочу сказать, что к этому надо относиться очень серьезно. Вот высказывать политические... Ну, выступать политиком. Вот, политиком. Даже не политологом, а политиком. И, насколько я знаю, вот, скажем, вот, в нашем медицинском профессиональном сообществе, ну, я даже припомнить никого не могу, кто бы, скажем, стремился к этому. Это вообще не наше дело. Мы, врачи... Вы знаете, был Корниловский мятеж в Петербурге в 1818 году, в Петрограде. Вот. И дня за три до этого врачи решили объявить забастовку, потому что зарплату не платили, лекарств не было, того не было и все. Но когда начался мятеж, и когда пролилась кровь, вся забастовка врачей, которая продолжалась два часа, сразу прекратилась. И вот для меня, скажем, я знаю этот пример еще, когда я был со студенческих лет. Для меня это вот как раз основное кредо в жизни, что вот главное вот это. А там, скажем, занять какое-то кресло или еще что-то, меня правда это не интересует. И поэтому я бы не советовал профессиональным деятелям заниматься политикой. Спасибо. Спасибо.